Продолжение следует... Продолжение следует... Там у нас с вами будет... Можете задавать вопросы. Я как раз их смогу читать. Вопрос был, когда же... Про деньги. Про деньги мы давайте... Давайте попробуем завтра сделать. Про деньги. Плохо слышно. Ребят, сейчас лучше слышно? А вот кто-то пишет, у меня хорошо. Значит, Ольга, это у вас. Привет, привет, Тём. Угу, всё. Потому что у меня лучше оно не сделается. Звук. Вот. Про деньги давайте мы с вами проговорим завтра в закрытом клубе. Вы не путайте. У нас есть темы в закрытом клубе, которые мы проходим. Это те темы, они бывают... Тем более, всё, что касается финансов, они... Некоторые на них достаточно резко реагируют. Вот. И тем более, те вещи, которые я говорю, не каждый может принять так, как он бы хотел принять. Так, как я хотела бы передать. Наверное, вот так правильно сказать. Вот. Поэтому некоторые темы у нас проходят только в закрытом клубе. Здесь у нас проходят с вами на этом канале открытые эфиры. Вот. Про деньги мы будем разговаривать. В закрытом клубе мы поговорим завтра. На среду завтра мы с вами проговорим про деньги. И, наверное... Сейчас скажу, когда. Так, и, наверное, либо в пятницу, либо в субботу сделаем прорисовку по деньгам. То есть как раз вы сможете это обдумать, если будут какие-то вопросы задать. Ну, я думаю, что мы с вами на эфире эти вопросы все успеем разобрать. Вот. И тогда как раз я скажу, что такое деньги, как оно. Как нравятся свечки у тебя? Каждый раз, думаю, купить. Да, ребят, но у меня тут еще свечки не просто для красоты, да. Вы все помните, что у меня бывает, что свет включают. Поэтому это такая подстраховочка. Вот. И про отношения мы как раз хотели поговорить. Мне еще задали вопрос про отношения... Про нетрадиционные отношения. Но про нетрадиционные отношения... Я думаю, мы про них поговорим. Но давайте сделаем следующий эфир. Потому что нетрадиционные отношения... Они настолько важны, настолько мы их убираем, вот эту тему, вообще куда-нибудь подальше. Потому что они... Иногда они воспринимаются как нечто агрессивное. И мне бы, конечно, хотелось на эту тему поговорить. Потому что она идет из глубины самого себя. Когда у нас отношения не только, которые идут от нашего рода, но и немножечко глубже. Мы о них поговорим. Но это, наверное, будет другой эфир. Наверное, нужно будет прям целиком эфир на это. Да, нетрадиционные, это однополые отношения. Но мы сегодня... Давайте пока о традиционных. Потому что тоже такая тема достаточно большая. И мы сейчас с вами сможем задеть только верхушку. То есть, ребят, смотрите, в каждом эфире то, что я рассказываю, я рассказываю маленькую-маленькую верхушечку этого айсберга. Потому что если затрагивать что-то глубже, то это достаточно деликатный такой момент. И я на открытых эфирах стараюсь этого не говорить. Потому что начинают люди примеривать то, что я сказала, мои слова на себя. И не всегда это получается достаточно корректной интерпретацией. Поэтому задеваю самую верхушку. Если вам это откликается, то мы можем более глубоко поговорить уже в закрытом клубе. Но либо если у вас какие-то есть моменты, то, конечно же, либо на консультации, либо на марафонах, либо уже на более глубокой проработке. Это ретрит, где мы там поднимаем вообще все полностью. Вот. Отношения. Отношения складываются у нас, как мне кажется, не всегда так, как, по моему мнению, должно быть запланировано. Как я сейчас это думаю. Изначально у меня тоже было другое видение. Другое видение у меня было, наверное, всего. И когда у нас молодые люди созревают, бывает такой какой-то процент определенный, что им нам вдалбливают в голову, что вот должна быть ячейка общества. Что чуть ли не про то, что у девушки должна быть сама цель выйти замуж, понравиться мужчине. И у нас с детства навязывается как минимум девочкам. Если у мальчиков это еще как-то так не особо, мальчиков все-таки больше учат, что ты должен идти денежным путем, финансовым, чтобы там обеспечить свою семью, еще что-то. А девочку изначально, ей никто никогда не говорит, что доченька, ты должна быть счастливой. Ты должна для счастья узнать себя, познать себя, начать делать какие-то вещи, которые будут для тебя. У нас складывается вся система нашей жизнедеятельности таким путем, что девочки уже с садика. Я даже не говорю со школы, я даже не говорю о женщинах, которые уже работающие женщины. Складывается такая модель для девочек, что она должна наряжаться не потому, что ей так приятно себя чувствовать вот в таком-то наряде. А она должна наряжаться, делать причесочки, что-то там, как-то за собой ухаживать. Не потому, что вот у нее такой дар быть женщиной, что у нее такой дар быть светиться изнутри, а потому, что она должна понравиться противоположному полу. Потому, что она должна быть вот такой вот, чтобы за ней там ухаживали. И не просто ухаживали, не просто там, а чем лучше мужчина по определенным критериям. И в каждой субтрадиции есть определенные критерии. То есть вот этот вот мужчина, достигший там того-то, того-то, вот это вот клево. Вот этот вот мужчина, если у него такая-то, такая-то семья, вот это вот клево. Вот этот вот мужчина, если у него то-то, то-то, вот это вот хорошо, если ты с таким будешь. И у нас уже шаблончики создаются уже настолько изначально, настолько вот нас начинают дешевать, что нам некогда узнать себя, мы не знаем, какие мы есть, мы не знаем, что мы хотим, мы не знаем даже, насколько мы прекрасны, пока нам не расскажет кто-то, пока нам не расскажет какой-то другой, любой другой человек. И самое замечательное, если нам начинает об этом рассказывать мама, но мы начинаем прислушиваться чаще всего, когда у нас всплывают вот эти вот обиды, разочарования, какие-то несостыковки с самим собой, чаще всего в школьном возрасте, да, когда нам начинают готовить, там, ты прыщавый, прыщавая, там, ой, у тебя там ноги кривые, там, что-то там, не знаю, там, толстый, худой, сильный, слабый, то, что касается мальчиков, да, девочек, там, касается что-нибудь еще, там, зубы кривые, там, есть, то есть миллион всего, на что мы начинаем реагировать. Почему мы начинаем реагировать на это? Только лишь потому, что нам не сказали, кто я есть, нам не показали, как можно вообще посмотреть на себя. Нам всегда говорят, что изначально, и вот в чатах, смотрите, я никогда не вмешиваюсь в то, когда начинают в чатах рассказывать что-то, какие-то свои видения. И самое, что интересно, что кто бы ни рассказал, начинают друг друга поддерживать, то есть делиться, как правило, на две коалиции, и одни одних поддерживают, другие других поддерживают. И сколько я читаю, что все говорят, любой другой – это зеркало, все, что говорят, это твое зеркало, все, что это, это твое зеркало. И вот сколько бы я ни говорила, я думаю, ребят, пока вы будете в любом другом искать свое зеркало, в любом другом видеть свое отражение, вы никогда не узнаете себя. Ведь мы истинно начинаем познавать себя не в зеркале, мы истинно начинаем познавать себя, когда мы погружаемся в самих себя. Смотря в зеркало, мы можем найти какие-то нюансы, да, связанные с нами. Но узнать себя мы можем только в том случае, если мы начинаем чувствовать себя, о, ну там, к примеру, да, о, вот эта вот ванна, например, там, с таким-то, не знаю, там, с чем, с такой-то пенкой, там, с таким-то кремом, с такой-то, там еще. Мне нравится в такой ванной сидеть, да, вот мне нравится, когда там кожу мажешь таким-то кремом. Это твое чувствование, это твое ощущение. Мне нравится там заниматься таким-то видом деятельности, любым. Это может касаться спорта, это может касаться какого-то творчества, это может касаться просто, когда ты ходишь и, не знаю, там, воспринимаешь мир через какие-то запахи. И тут зеркала-то ведь нигде нет. Это истинное я, это истинное то, что нас, отражает нас внутренность самого себя. Но когда мы начинаем это узнавать, в лучшем случае мы начинаем узнавать самого себя, когда у нас уже выросли дети, когда у нас уже пошли внуки, когда мы уже поняли, что с супругом-то, по большому счету, вот дети выросли, и вроде бы уже ничего не связывали. А куда сейчас уходить-то? Ну, вот так вот и живем, как соседи. Мы же привыкли уже друг к другу. И вот это вот чувство ответственности, чувство возраста, да? Нам же очень часто приучали, что нужно уважать возраст, нужно уважать старость, нужно уважать еще что-то. А для чего это делается? Я не говорю, что это неправильно. Я говорю, что у нас немножечко это в другом контексте это все делается. В каком контексте это делается? Не в том, чтобы прочувствовать себя, а в том, чтобы подальше быть от самого себя. Когда мы не можем, не имеем права обидеть словом какого-либо человека, особенно если он старше нас. Да как мы посмели? Он же жизнь прожил, он же мудрый, он же умнее. И нам как будто бы говорят, ты начинаешь, а я люблю все-таки вот это. А тебя раз опять по башке, говорят, ты что? Ну вот тебе мудрый человек сказал, ты любишь вот это. И согласись с этим. И все, и мы опять раз таки, и ну как бы, ну наверное, да, ну как бы, ну вот возраст. И еще самое, что интересно, это начинается. Не просто возраст, а начинает, как говорит. Сбилась. Я сбилась. Что хотела сказать? Все, меня вообще сбивать нельзя. Я поэтому ваше сообщение еще пока не читала. Сейчас попробую поймать мысль. Нас начинают же к этому подготавливать как? Нам все время говорит, а начни... Или делай с кем-то так, как хочешь, чтобы делали с тобой. Но это тоже в другом контексте, да. То есть если я уважительно к кому-то отношусь, если я не цепляю ни на кого ярлыки, если я принимаю его позицию, не значит, что я одобряю или не одобряю, а принимаю, потому что у каждого есть своя. Вот так бы я хотела, чтобы относились ко мне. Но мы же это все... Нам же нужно все это усилить эмоциями. Нам нужно это усилить какими-то красками, да, что мы и делаем при помощи той же еды. Вот. И мы усиляем это красками, что я не хочу обидеть... Я его не оставлю, чтобы он не оставил меня. Да? Начинать. Я ему не скажу вот этого вот, чтобы он мне... Потому что я не хотела бы, чтобы мне сказали это. Но мы с вами никогда не задумываемся о том, что я ему не скажу... Почему я ему не скажу? Значит, я ему... Неправда это будет. Это же я ему солгу. А ты хочешь, чтобы тебе лгали или все-таки сказали правду? Пусть она будет не очень приятна. Но не очень приятна может быть правда только в том случае, когда ты не привык к правде, а ты не привыкаешь к правде. Нет у тебя вот этого вот состояния жития в правде. Когда ты сам находишься не в правде с самим собой. Только лишь поэтому. И отношения у нас начинают складываться изначально. Не те, которые мы могли бы получить. Нас не учат быть счастливым. Счастливым ты никогда не сделаешь счастливым человека, если ты сам несчастлив. А себя ты никогда не сможешь сделать счастливым, пока ты себя не узнаешь. Вот и получается, что нам изначально навешали ярлычков, что ты должен. Какая социальная программа у тебя должна быть. И вот из этих вот социальных программ у нас выстраивается вот эта жизнь, чтобы быть в социуме. Не просто быть в социуме, а еще им нужно показывать. Потому что что у нас? Не выноси ссоры из избы. То есть вообще молчи, что у тебя происходит дома. Потому что как это ты будешь выносить ссоры из избы? А что такое не выносить ссоры из избы? Это опять лгать. А почему ссор появился в избе? Только из-за лжи. Если вы перестаете лгать друг другу, если вы говорите по-честному о своих чувствованиях, то не может быть ссора в избе, то не может быть руганье. Но чтобы говорить правду о чувствовании, нужно сначала узнать, что такое чувствование. Кто знает, что такое чувствование? Мы к нему вот подбираемся, подбираемся, да, особенно в закрытом клубе. Вот все подбираемся к чувствованию, и все равно у нас вот эмоции плещут, 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 и никак мы не можем до них докопаться. Вроде бы докопался, вроде бы поймал, а потом раз написали какую-нибудь фразейку, а через эту фразу раз опять. Опять оценочка. Опять важность всплыла. Опять вот это вот всплыло. И ты думаешь, оп, опять. И опять 25. И опять не туда. И так у нас вот этот вот замкнутый круг, он практически бесконечный. А что должно быть? Что такое отношение? Отношения между двумя людьми, они могут быть единственными на самом деле. Это когда ты знаешь себя, когда ты полон собой, когда ты цельный, когда ты вот... Тебе не нужно в себя что-то впихивать. Это касается любого контекста. Когда ты максимально вот такой, какой ты есть, максимально ты сам, когда ты не хочешь от кого-то получить что-то, когда ты настолько плотный, настолько вот в тебе этого всего, ты уже настолько сам себе реализовываешься, для самого себя, когда ты хочешь максимум отдать это. Просто отдать. И будешь ты счастлив только с тем человеком, когда ты встретишь абсолютно такого же, цельного, который будет отдавать. И когда вы будете отдавать друг другу, вам будет друг другу, не потому что ты отдаешь, чтобы что-то получить. Ну вот я вот ему посвятила лучшие годы своей жизни, да? Ну вот я вот ему или есть только сделала, а он, а она, а вот это вот. Тогда этого уже не будет. Ты даешь просто, чтобы дать. Ты даешь просто, чтобы... Ну, потому что тебе хочется. И тот человек дает просто потому, что хочется. И когда вот эти вот отношения, они безусловные, и когда тебя переполняют, когда у вас друг друга переполняют, вот это есть истинные отношения. И после этого, когда вы начинаете, понимаете, что вашего вот этого вот, когда у вас идет вот уже вот этот переизбыток всего, тогда вы начинаете продолжаться, продолжаться через следующий год, через детей. Когда вас начинают переполнять. Вот так должно быть, на мой взгляд. Как должны формироваться отношения, искренние отношения, честные отношения. Но они могут быть сформированы только после того, как вы познаете себя. Только после того, как придет эта безоценочность. Вот даже взять вот эти вот отношения между мной и вами, они какие? Они безоценочные. То есть я даю эфир, я говорю в этом эфире то, что я вижу, то, что я чувствую. И если это кому-то будет в помощь, то это будет клево. Но если кто-то пишет под какими-то эфирами какие-то негативы, они меня не цепляют, потому что я вижу, ну как бы, ну, значит, человек еще, человек, значит, на сегодняшний день думает по-другому, думает по-иному. И ему, когда он высказывает там даже в негативном ключе что-то, ему, значит, где-то от этого может быть еще лучше, может быть еще хуже, неважно. Он просто ловит какую-то определенную эмоцию. И за это тоже я говорю себе спасибо, что я ему дала какую-то эмоцию. Я скрасила определенный, определенный кусочек его жизни. А в какую сторону, в плохую или в хорошую, это же не имеет значения. Мы же, пока мы живем на эмоциях, нам вообще без разницы, в какую сторону эмоционировать. Это мы себе придумали, хорошо или плохо. Когда мы убираем, хорошо или плохо, тогда мы уже думаем, а зачем тогда, когда есть эмоции, зачем тогда нам эмоции? Это, смотрите, это как с едой. Когда у нас есть важность еды, она либо вкусная, либо невкусная. Мы начинаем ее есть, неважно, вкусная она или невкусная. Невкусную мы тоже пробуем, чтобы понять, что она невкусная. Когда у нас убирается важность еды, вот этот вот критерий, вкусно-невкусно, тогда зачем нам ее есть, если у нас критерия нет, вкусно-невкусно. Вы же сено не будете есть, просто потому, что надо поесть. И когда говорят, что, ой, еда – это привычка, это не привычка, это важность, ребят. Как и всё в нашем мире, вот эта вот оценочность и важность – это два таких брата-акробата. Сейчас почитаю. И это достаточно такой глубокий процесс, что женщина, когда рожает дочку, она рожает себе соперницу. Она с этой дочкой всегда делит чьё-то внимание. Внимание своих родителей, внимание своего мужа, внимание своих детей, не важно, там, младших либо старших, которые были до дочери. И пока эта женщина не осознает, но это очень тонкий момент, не каждая женщина в этом признаётся, потому что он очень глубоко сидит. И он идёт, как правило, как паттерное поведение. Почему мы всё время уходим вглубь? И чаще всего вглубь уходим мы с женским полом, чем с мужским. Потому что мужской пол очень быстренько вот этот вот ржавый гвоздик раз поднял, зацепил и вытащил наружу. А у женщин очень долго там он сидит. Именно потому что с женской стороны идёт вот это вот на неосознанном уровне, что женщина девочку рожает как соперницу. Мальчика она рожает как своего мужчину. И тогда она его начинает оберегать, как ястреб, как я не знаю кто. И вот она, вот это сюда не ходи, сюда не ходи. Это нехорошее, это плохое. Вот здесь вот я тебе получше, здесь я тебе повкуснее. И у нас даже есть такие выражения, да, что папы больше любят девочек. Мамы больше любят мальчиков. Это тоже вот про эти отношения, которые сидят глубоко, 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 которые тоже можно будет раскопать, но мы всё вместе раскопать сейчас не сможем. Но это можно будет углубиться. Соответствовать общественным нормам, ух, как непросто. При этом реализовать свои потребности. Да, чем больше ты будешь хотеть соответствовать чьим-то нормам, тем больше ты им будешь не соответствовать. Это всегда так. Как только ты начинаешь на это вообще забивать, плевать и сказать, что как бы, ну, ребят, не вписываюсь я в ваши рамки, ну, что теперь поделать? Вот такое. Всё. Сразу же ты начинаешь становиться собой, тебе становится хорошо от самого себя. И людям, люди всегда тянутся, они всё время тянутся на то, где хорошо. Если у тебя есть внутреннее состояние хорошо, как мотылёчки к тебе начинают лететь. Даже если они первое время будут неосознанно это понимать, будут тебе в глаза говорить, как-то тебя там осуждать за какие-то моменты, но они будут рядом. Вот этот момент тоже можете отследить. Он, да, он есть такой, что сначала от тебя вообще отворачиваются, когда ты становишься собой. Но отворачиваются это, как правило, когда? Когда ты начинаешь меняться, начинаешь приходить к себе, и твоё близкое окружение, оно же начинает от тебя отваливаться. Это не потому, что ты стал каким-то плохим или хорошим, а потому, что они любили другого человека, которым ты уже не станешь. Ты уже прошёл вот этот вот критерий, вот эту пубулентность перешагнул, и ты стал другим. И они не знают, как другого любить, они любят предыдущего. Вот, поэтому отваливаться. Это ничего страшного, если вы это будете понимать, и это нормально. Как только начинает что-то отваливаться, вы чётко будете осознавать, что вы идёте, вы не стоите на месте. Вы идёте туда, 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 неважно куда. Есть такой термин «серийная моногамия», когда у партнёров заканчиваются чувства, и партнёры, чтобы соответствовать нормам, а моногамии официально расстаются с партнёром и идут в другие отношения. Год-два, и опять смена партнёра, но зато я сохраняя лицо в этом обществе. Ну, не знаю. Вообще, если вы будете относиться к тому, что всё в нашем мире течёт, всё изменяется, и тот же самый партнёр, если вы будете понимать, что это не обязательно на всю оставшуюся жизнь, когда вы это будете осознавать, что мы будем вместе ровно столько, пока нам будет хорошо, вы будете кайфовать от этих отношений. И они могут продлиться. Они могут продлиться год, они могут продлиться два, они могут продлиться двадцать два, они могут продлиться сто двадцать два. Столько продлятся, сколько вам будет хорошо. Как только вы будете переживать, что такое, так вот нам в отношениях хорошо, так не хочется, чтобы вот мы расставались, как бы продлить эти отношения, вы начнёте искусственно себя подгонять под те критерии, которые вы будете чувствовать, что нужны вашему партнеру, а искусственность, она рано или поздно, она заканчивается, вы выдыхаетесь, и он, если изменится, если у него изменится у партнера критерий, под который вы себя подгоняли, он вас моментально с вами расстанется, потому что у него даже воспоминания вас будут с теми критериями, которые для него уже сейчас не важны. Поэтому, опять же, про честность, как приходите по-честному к самому себе, то тогда уже вы понимаете, что вам клёво, вам кайфово. Так, мне кажется, что отношения сейчас это договорные отношения, ты мне гарантию этого, а я тебе за это и это. Тём, возможно, но просто не влезай в эти игры, как бы зачем тебе? Мы же все отношения не будем рассматривать, потому что они, многие отношения есть такие, есть и есть, ничего страшного. В отношениях ты должен соответствовать навязанной модели. Если отклоняешься, то сразу плохая жена или плохой муж-семьянин. Беру, даю, бонусная система. Да, и не все от этого могут уйти, далеко не все, но если кто-то уходит от этого, то такое облегчение такое. Да, рыночная манипуляция. Формироваться отношения, да, частных систем, переполняться через другое поколение, класс. Читал, что в племенах у собирателей нет важности секса, потому что для них это что-то вроде приятных рукопожатий. В племенах каждый мужчина, женщина, мама, папа, для каждого дитя. Ну, возможно, но, возможно, есть такие отношения, возможно, есть такие племена, возможно, есть такие критерии определенной субкультуры, но я тоже их не вижу жизнеспособными. Потому что, а как ты передашь, как ты передашь ценность другого, если для тебя нет ценности вообще ни в ком? Нельзя сделать ценность всего одинаково ценной. И если мы говорим, что ценность уходит, и ты стаешь всем, то тогда зачем тебе много партнеров? Тогда тебе хорошо с собой, и партнера ты уже рассматриваешь как продолжение себя. А если ты его рассматриваешь, всех партнеров просто как партнерство в каком-то, как рукопожатие, ну, мне кажется, это обесценивание. Как бы смысл тогда этого всего пропадает? У нас есть определенные функции, которые нам даны для чего-то. И если мы ими начинаем пользоваться просто вот настолько бестолково, что, ну, это может быть опять какое-то оценочное мнение, что бестолково, но, смотрите, у нас есть глаза, да, и мы ими смотрим. Но если мы будем ими смотреть и в воде, и там под водой, и в соленой воде, и в кислой воде, и в грязной воде, там в лужу залезли, как бы есть же глаза, чего не посмотреть, что там в этой лужиной дне, то это уже тоже как бы перебор. Это как бы чтобы что? И то же самое нам дается, нам даны вот эти вот внутренние органы для передачи счастья, которое тебя переполняет, для передачи цельности, которая уже больше твоего объема. То есть у нас помимо физического тела есть еще наша оболочка. Если она больше, если она настолько цельна и уже переливается, ты даешь следующий путь. Следующий путь самого себя. А если ты будешь это делать бесконечно, как бы, но это будет просто как, ну, ничто. Так, у меня с мамой сейчас трудные отношения. Она меня всегда критикует и говорит, что она лучше знает, что она старше, что я должна сначала прожить ее жизнь, чтобы что-то понимать. Мама не родная и недавно обвинила меня за то, что она вышла замуж за моего отца, потому что ей стало меня жалко. И я вижу теперь, что в ней полно боли и условностей. Но вы сейчас маму, скорее всего, не переделайте, и переделать кого-то, если честно, невозможно. И мама это говорит, когда мы идем на обвинение кого-то, это вот эта вот боль выплескивается, что вот я этого не могу, вот я этого не сделала, вот я сейчас зацеплюсь за что-то. просто дать этому человеку вот это вот свое внутреннее пережить, переболеть. И, возможно, она с этим пойдет дальше, на следующий круг самого себя придет. Но вас она не услышит, это однозначно. То есть что вы можете делать, это вы можете с благостью просто дать ей этот момент пережить. Этот момент, он может длиться, естественно, до конца ее жизни вот этой физической. Но, тем не менее, если кого-то ей порекомендовать, чтобы кто-то ее вытащил из этого состояния, если она не готова выходить из этого состояния, то ее тоже никто оттуда не вытащит. Мы сами себе формируем абсолютно все. И я могу сказать это абсолютно точно, потому что я сейчас, как вы, наверное, знаете, уже слышали, очень как-то вплотную мне заинтересовала именно тема вечности, бессмертности, да. И я сейчас понимаю, что это настолько актуально, это настолько лежит на поверхности, это настолько все открыто и настолько доступно для нас в любом нашем состоянии, я имею в виду состояние аватара, что я очень вообще сейчас даже не сомневаюсь, что все, что с нами происходит, это все происходит именно потому, что мы разрешили самому себе это сделать. Разрешили самому себе не всегда потому, что мы понимаем, что с нами происходит, к сожалению, но, тем не менее, мы не можем всем и каждому помочь, мы не можем догнать и одарить кого-то добром. У каждого свой путь, и, возможно, несколько витков в этой плотности они сделают, чтобы к чему-то прийти. Если не придут на определенный период времени, то они как бы просто растворятся. Мы с каждым витком либо наполняемся, чтобы перейти в следующую, другую плотность, либо мы обнуляемся с каждым витком, чтобы обнуляемся и становимся все меньше, и мы уже никуда не перейдем. Это я говорю на... Как бы сказать, чтобы правильно поняли. Ну, как переход в следующую жизнь, когда вот у нас несколько жизней в одном теле, это можно интерпретировать по-разному. Я не буду сейчас углубляться в эту тему, пусть она тогда остается в такой загадке. Потом как-нибудь поговорим на эту тему. Да, круто, что осознавать, что отношения могут закончиться. И тогда, да, кайфушат в каждом моменте. Свет, как считаешь, в паре быстрее развитие происходит, чем в одиночестве? Или нет разницы? Я считаю, что человек не бывает одинок. Он все время, рядом с ним есть, пусть даже другого пола. Шкафчик открылся, Света. С ним всегда рядом партнер, с ним всегда есть. То есть это то плечо, ты как бы на одно плечо отталкиваешься, то на другое. Одно плечо отталкиваешься, потом свое подставляешь. И ты вот таким вот макаром как бы идешь. Ты сам по себе, если ты будешь, например, где-то в глухой местности, ты можешь познать, ты можешь познать структуру нашей планеты. Она тебе откроется при определенных обстоятельствах. И ты сможешь полностью это все познать. Но тогда ты всегда останешься один. Ты познаешь себя с этой стороны, и ты будешь как бы частью этих знаний, единичных. Если ты уже родился в этом социуме, как бы не родился, вернее, а пребываешь в этом социуме, то с тобой рядом всегда тот человек, который выходит, выводит тебя на какую-то ступеньку. Партнер не обязательно с тем, с которым ты делишь постель, не обязательно тот, которого ты любишь. Но он всегда рядышком с тобой. И если говорить о том, что с кем проще, одному либо в паре, то на определенном этапе всегда проще в паре. А потом ты уже становишься сам по себе единицей. Ты еще, может быть, не цельный, но ты уже четкая единица, которая идет самостоятельно. И тогда, как молекулы, вот так вот к тебе прибиваются с разных сторон. Точно так же, как и ты. Ты этой же молекулой являешься для кого-то. Ну, вот таким вот, если понятно, вот так вот я говорю. И все, и ты уже идешь. И если появится абсолютно такой же, потому что не разные люди встречаются, это ЮНДА, встречаются два одинаковых, с одинаковым полем. И вы тогда объединяетесь и идете точно так же. Идете, либо идете уже до следующей плотности, либо наполняетесь, насколько вы можете наполниться этой энергией, которая друг друга уже разрывает. Вот. Вы можете встать чип еще больше, у вас поле переходит, ваше тело, оно становится уже немножечко другим. Ну, как бы переходите в следующую плотность уже. Вот. И дальше идете, и опять может встретиться какой-то человек, а может с этим человеком уже дойти до следующей плотности. Вот. Поэтому здесь такое. Мне кажется, когда находишься в безопасности, то отношения являются радостью, а не способом решить за счет другого свои проблемы. А отношения не бывают, если вы решаете за счет другого, какие-то свои, даже не проблемы, вопросы или жизненные ситуации, это не отношения, это никогда, ну, как бы это не отношения, как пары, как целого. Это отношения партнерские, на каком-то этапе. Мы очень часто каждый пользуемся, не очень часто, а все время пользуемся друг другом. Это неплохо. Это просто нужно осознавать, что ты даю, что тебе даю, что ты даю, что тебе даю. И это очень верно. И если это идет безусловная отдача, отдача-принятие, отдача-принятие, то это идет на лайте, и от этого хорошо. Но очень четко нужно всегда понимать, что вы не на века вместе. Вы в определенный момент расходитесь, чтобы познать другие знания, потому что совпадают единые энергии, единое поле, единые вибрации. И вы, когда наполняетесь друг другом, либо вы расходитесь, чтобы наполниться следующими вибрациями, и потом точно так же объединяете, чтобы дальше наполниться. Вы можете это в этой плотности сделать, можете в следующей плотности это сделать, но в каком-то этапе вы свою энергетику точно поймаете. Если пойдете на развитие самого себя, потому что люди, которые еще в единицу не стали, они свою половину, я не знаю, как бы, они найти не могут. То есть они просто более или менее совпадают друг с другом, они идут в это привычка, любовь, там сначала влюбленность, страсть, потом переход в любовь, потом любовь это переходит в привычку, и дай бог, если бы уважение переходит, так они живут до самого конца. Но это не одно целое, не одна плотность, это не единая вибрация. Единая вибрация вы можете поймать только тогда, когда вы становитесь единицей, еще не цельным, но уже единицей. Вот. Понятно, очень помнятный. Так же чувствую. Ага. Вот. Это то, что касаемо про отношения. И обязательно, конечно же, мы поговорим в следующий раз про однополую любовь, потому что она, она тоже навязана стереотипами, и у нас там немножечко еще на уровне физиологии срабатывает другая вещь. Давайте мы сделаем этот эфир про отношения. Если вы не против, то когда? Так. Переотношения, клуб, рисование. Так, среда. Деньги. Что? Деньги завтра. Рисование. 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 Может быть, в субботу сделаем. Рисование. Ну, мы можем в следующий вторник поговорить тогда об однополой любви, если, если других тем не будет. нетрадиционное отношение. Потому что это может как вас касаться, так и ваших детей. Я в моем опыте отношений осознала, что если слушаю душу и эмоции слушаю душу и эмоции, влажу в передряги. Когда слушаю разум, все прекрасно. Меньше при смыкании и ломании. Ну, конечно. Конечно, если вы идете через голову, тогда отношения становятся более удобными. А почему они становятся более удобными? Потому что вся жизнь разложена у вас по разуму, по уму. Вот. И, конечно же, если вы начинаете, если у вас все разложено по разуму, то есть это завтрак, это обед, это ужин, все вот это вот, все в контейнерах, то все это удобно, понятно и комфортно. И вдруг тут вы в своем контейнере увидели не то, что вас душа захотела. У вас душа хочет яблоко, а в контейнере лежит курица. и вы такие ой, нифига себе. Послушаю-ка я душу, а не разум. Вы съели яблоко, а через пару часов стали голодным. Вы такие, такой думаете, ой, лучше бы я послушал разум, съел бы нормально курицу и не был бы голодным. А вот душу послушал и на эмоции перешел и опять вот не то. Да, когда вы, это же, мы через разум живем только лишь тогда, когда мы не признаемся себе, кто я есть. Когда мы не видим то, что я хочу, тогда мы живем через разум. И когда мы начинаем перестраиваться, это не очень удобно получается. Но когда у нас уже мы начинаем жить, убираем уже эмоции и идем через чувствования, то у нас не может быть удобных и неудобных отношений. У нас не может быть что-то хорошо или плохо. У нас идет уже другое качество. И тогда эти оценки не подходят. Света, бывает так, что сексуальное влечение угасает со временем. Но уважение остается и дружба остается. Вроде синергия есть и полезность друг для друга. А секс исчезает тоже нормально. Я бы сказала, что это нормально в том отношении, если ты понимаешь, что у тебя секс исчезает не конкретно к этому человеку, а если ты понимаешь, что секс для тебя уже на данном этапе твоего жизненного процесса играет не ту роль, которой ты привык, что он играет. А если секс пропадает именно с этим партнером, то все же, наверное, нужно задуматься. Если дети живут в семье с одним родителем, это хуже, чем когда семья полная? ну, я бы сказала, чем больше любви к детям, тем лучше. Если это дает только мама, там, бабушки, дедушки, там, еще кто-то, то это хорошо. А если еще и папа, потому что генетика-то у нас все равно как бы идет генетический код никто не отменял. Если, конечно, идет и мама, и папа, то это, конечно же, лучше. Если они родные, мама и папа, то это здорово. Но если они не уживаются между собой, как бы они не улыбались при детях, как бы они не строили отношения, что у нас все хорошо. Это идет на волновом уровне, ребенок будет абсолютно так же считывать и свою модель поведения будет выстраивать таким же образом. Поэтому если нет, взаимопонимания между мамой и папой, то это уже такой достаточно скользкий вопрос, как бы не факт, что уже и хорошо. Если говорим, что кто-то из родителей не родной, то дети обязательно должны чувствовать в первую очередь тотальное уважение каждого родителя друг к другу. Чтобы понимать, что это не просто сошлись, что нужно физиологическое физиологически удовлетворяться постоянно родителям. Именно поэтому у мамы есть новый папа или у папы есть новая мама, новый мужчина, новая женщина. Тогда ребенок начинает правильно формировать, что мужчина и женщина, они создаются, потому что им приятно находиться вместе, что они уважают друг друга, им приятно делать для друг друга какие-то приятные вещи, и тогда у них правильно формируется мышление к противоположному полу. Если ребенок видит, неважно с родным папой, с родной мамой, с родной, что идут какие-то передряги, то уже вот эта поломка идет, что вроде как противоположный пол для чего, чтобы что. Поэтому у нас очень многие вещи замешаны на сексе, потому что идут такие поговорки, что милые бронятся только тешатся, потом дневная кукушка ночную, ночная кукушка дневную перекупует, то есть это отношение между матью свекровью и женой, то есть жена ночью может сделать так, как ей нужно, а свекровь уже днем ничего как бы не сделает, если жена уже что-то ему ночью хорошо дала, хорошо напела, поэтому здесь вот этот процесс он тоже крайне важен. О чем задуматься? Потому что другие девушки волнуют, другие девушки волнуют, значит у тебя если другие девушки волнуют, значит у тебя уважение к этому человеку, но уже нет то есть дальнейшую семью, дальнейших детей, как делать с человеком, который который ты что ты дашь ребенку, переполнишь его чем, какой любовью ты его переполнишь. Очень хорошие друзья, это клево, когда есть очень хорошие друзья, когда ты на одной волне, когда у вас все клево, но когда нет вот этого момента, что именно этим человеком ты хочешь не только душу познать, потому что тело но ты не хочешь тела человека, то есть ты его как цельного уже не рассматриваешь, ты его рассматриваешь по частям. Что ты можешь дать этих частям? Дружить? Да, но уже это не цельный человек для тебя, для тебя он перестал быть в твоем мире цельным, а если он в твоем мире перестал быть цельным, то и ты в его мире не можешь быть цельным. Тогда нужно по-честному определиться, кто вы друг друга, и тогда цельный друг он может быть, а цельный партнер уже нет, уже не тот. Все-таки единица это когда ты один или ты один, потому что не стал единицей и не можешь найти такого же как ты. Нет, цельный, вот смотри, чтобы быть цельным, целостность она должна на что-то, на что-то нанизываться. Это как пирамидки детские, все же видели, да, чтобы эту пирамидку создать, у нее есть такой вот штырек. И когда мы начинаем себя, то есть мы изначально очень многие люди, мы даже не знаем кто мы есть, мы этого основы не знаем, основы самого себя мы не знаем. И когда мы узнаем основу самого себя, это и есть единица, я становлюсь единицей. И после того, как я становлюсь единицей, как я опознал себя, что вообще, что я есть, кто я есть, что я люблю. Только после этого мы начинаем нанизывать вот эти вот колечки на эту основу. И когда мы нанизываем эти колечки, мы становимся цельным во всех отношениях к самому себе. Мы себя знаем с этой стороны, мы с этой стороны. Мы знаем вот эти потребности. Мы знаем, что мы можем здесь отдать, что мы можем здесь принять. Как мы вообще будем реагировать? Вот это вот на единицу, тогда уже сначала идет единица, а потом уже идет целостность. И ты такого же, как ты, а как ты найдешь такого же, как ты? Вот ты пишешь. Или ты один, потому что не стал единицей и не можешь найти такого же, как ты. Пока ты не стал единицей, ты не можешь найти такого же, как ты. Единица – это когда ты познаешь свой стержень, когда ты познаешь кто ты есть. Если ты не познал свой стержень, если ты не познал кто ты есть, как ты найдешь такого же, как ты? Ты не знаешь, кто ты, и ты не можешь, соответственно, найти такого же, как ты. Сначала ты познаешь себя, а потом ты можешь найти такого же, как ты. Для чего вообще нужны отношения дети? Разве все они нужны? Если их нет, то о чем можно сказать? И если Если не единица, то можно даже и пытаться идти в отношения. Для чего вообще нужны отношения? Отношения нужны для целостности самого себя. То есть ты сначала себя познаешь как единицы. Ты познаешь свой вот этот вот стерженек. Потом как пирамидка себя нанизываешь, узнавая. Дальше становишься цельным во всех отношениях. И когда ты становишься цельным, у тебя генерируется определенная чистота твоей волновой энергии. И когда формируется чистота твоей волновой энергии, инь-янь, мужская и женская, в каждом человеке преобладает больше какой-то энергии. Либо женской, либо мужской. Если простыми словами. Она по-другому называется. Но если простыми словами. И когда ты встречаешь такого же цельного человека, который может тебе с огромным удовольствием дать. Например, ты, мужчина, тебе дает женщина эту энергию волновую. Два цельных существа. Когда вы два цельных существа начинаете отдавать с огромным удовольствием ту волновую энергию, которая дальше вас наполняет, наполняет для развития дальнейшего себя. То вы, когда напитываетесь, вы либо идете дальше, пока вы не напитаетесь. Вы можете это, это может разделить, в вечности продолжаться. Можете разделиться. Можете разделиться на какой-то определенный момент, чтобы дальше напитаться следующим. В следующей плотности уже начинаете познавать себя. Если ты не хочешь, нет такого правила, что ты должен это делать. Ты можешь остановиться на любом уровне развития самого себя. На любом уровне. Если ты понимаешь, что ты не можешь себе... То есть мы же не ищем, когда мы начинаем искать кого-то, это все ерунда. Когда ты готов, к тебе это притягивает. Если к тебе это не притянулось, какая-то определенная энергия, значит, тебе это сейчас не надо. Ты к этому не готов. Точно так же, как и дети. Это необязательный фактор отношения дальнейшего. Но если ты понимаешь, что с определенным человеком, с которым ты встретился, и ваша энергия переполняет друг друга, вы можете разойтись, чтобы не порваться. Вы можете переполнить эту энергию следующего себя. Но это необязательное условие. Света, если секс действительно становится второплановым, а любовь к партнеру есть и глубокая, о чем это может говорить? Тревожный звоночек в интимном плане, что скрывает от себя безразличие к партнеру? Или это означает, что в жизни пришел момент, что-то познать другое? Нет, смотрите. В определенный момент, когда вы напитываетесь друг другом и самим собой, когда вы переходите с состояния оценочности и состояния важности, вот из этих состояний. И если ваш партнер вам становится вот как бальзам на душу, вот в этом состоянии, в состоянии безоценочности, тогда у вас секс, он переходит на задний план. Он уже у вас другой. Вам начинает быть приятно с партнером просто потому, что вы на одной вибрации. И тогда это клево. Вы переходите в следующий уровень самого себя. А если мы говорим о том, что, ой, он такой хороший, он такой клевый, и тут идет какая-нибудь малышка там с длинными ногами там, и все при ней, и вы такие, о-о-о, то это уже другое состояние. Значит, оценка в вас осталась. Просто вы начинаете сами себя обманывать, что с этой женщиной мы перешли на другой этап. Нет, к этой женщине, значит, вы остыли в определенных аспектах. Вам она, значит, вот здесь вот стала неинтересной. Значит, здесь она вам стала скучна. Но если вы понимаете, что вы именно ушли от состояния оценочности, вы уходите от состояния эмоционирования и идете в состояние чувствования, тогда секс как секс, он естественным образом уйдет на задний план. Тогда это будет про другое. Вам даже, если вы увидите человека, который вас зажигает, вам не захочется с ним лечь в постель. Вам захочется с ним какие-то другие вещи делать. Вам захочется с ним находиться, с ним хохотать, с ним что-то делать. Но это не будет касаться именно постели. Это будут уже другие состояния, другие чувствования. Не знаю, понятно объяснила? И понятно, нет. И тогда секс не будет. Почему? Он будет. Он будет другого качества. И это тогда не будет, что вам захочется, вот там, вот как вы видите этого человека, он захочется постоянно, каждый день, несколько раз в день. Он перейдет на другой уровень. То есть он будет по-другому, он будет как скопление. То есть пока вы не скопите в себе в определенном месте определенную, определенную энергию определенного объема, когда вы не захотите его вынести. Но этот секс, он будет необязательный в физическом плане. Мы же с вами все прекрасно понимаем, что есть уже физический план секса. Это скудное соизмерение, наверное, с едой. Это эмоциональный аспект. Секс физический, это эмоциональный аспект. Когда вы перейдете на секс в состоянии чувствования, он не обязательно будет физическим. Уже же идут дальше, но мы же сейчас про это не будем говорить. Есть же много-много учений, много литературы на эту тему. Поэтому можно даже это посмотреть, почитать, если будет интересно. Но секс это первый уровень, первый уровень познания. То есть он изначально был не для удовольствия, а для передачи, когда ты переполнен. Мы даже не знаем, что такое переполнится, поэтому у нас все, у нас закольцовано все во сексе. Потому что мы не знаем, что будет, а что же еще может быть лучше. Кроме вот этих вот трех минут удовольствия, мы даже как бы, а что дальше, а как? И все-таки пора слов. Все, что ты сказала, только что так же и о однополых отношениях. Однополые отношения. Нет, однополые отношения, они идут уже на, немножечко на другом физиологическом плане. Однополые отношения, это когда идет идет перекос энергии в хромосомах. Это еще когда на стадии зарождения эмбриона. Почему идет хромосомное? Потому что изначально было в семье иное отношение к определенному к определенному статусу муж-жена. И это бывает не всегда, что вот муж-жена вот такое, оно бывает как будто вот это накапливается. Смотрите, давайте немножечко вперед загляну. Вот, почему у нас вот, чтобы узнать о человеке, какие у него есть заболевания, как их лучше лечить, что еще нужно сделать. У нас берут функцию стволовых клеток, стволовые клетки, почему берутся стволовые клетки? Потому что в стволовых клетках у нас заложена вся генетическая информация, полностью генетическая информация, не только по мне, да, а по всему моему роду. И в стволовых клетках они, если их, они медицинские уже доказаны, они бессмертные. Почему я говорю, что я затронула эту тему? Вот. И когда мы говорим об однополых отношениях, это как раз идет изменение через стволовые клетки, изменение хромосомной, хромосомных соединений, когда ты себя начинаешь чувствовать в одном теле, хочешь получить определенные, разные определенные эмоции, которые физиологически не совпадают с твоим хромосомным набором. Не знаю, понятно я сказал или нет. Если я не могу родить ребенка от партнера, тоже лучше поменять партнера или ЭКО. Но я могу сказать сразу же про ЭКО, что я не буду говорить, что это какие-то не такие дети, там еще что-то, но если мы говорим о состоянии бессмертия, если дальше идти в эти состояния, то дети с ЭКО не смогут перейти этот порог, созданный через ЭКО. А если ты говоришь, что они могут родить ребенка, значит в определенных психологических проработках вы не готовы на определенном уровне, ты не готов к определенному уровню. Получается, что в рамках одной жизни одна полость изменить нельзя. Да как это нельзя, Миш? Можно? Ты же вот в этом теле сейчас, если разобраться, ты можешь стать бессмертным. я не готова сейчас сказать, что прям бессмертным на века, но я могу сказать, что как минимум продлить на достаточно большое количество времени свою жизнь, ты можешь. Почему ты можешь это сделать? Потому что у нас вот эти стволовые клетки, они бессмертные. И я сейчас просто не буду касаться, тем более здесь в открытом эфире, почему люди как нас захоранивали, почему так захоранивали, почему через несколько часов, через несколько месяцев, через год, почему вот эти вот все моменты, когда там три дня, девять дней, сорок дней, год, это те моменты, когда ты определенные периоды своего становления проходишь, когда ты можешь опять начать жить. То есть год, мы отмечаем год, что человек умер, а год это тот критерий, когда при определенном захоронении тебя приходили, проверяли, что ты уже как бы, ты можешь через 40 дней как бы начать новую стабилизацию себя, можешь через год начать новую стабилизацию себя, а ты говоришь просто какой-то изменить однополость. И однополость менять в принципе незачем, просто нужно понимать, что это такое и для чего она тебе дана, а чтобы что-то поменять, для чего, как бы смысл это менять. Если какой-то человек получает удовольствие от однополого секса, то здесь в этом нет ничего такого, здесь нужно просто понять, откуда оно идет, и когда ты перейдешь на этап становления самого себя, когда у тебя уйдет из твоей жизни оценочность и важность, то и секс уйдет, и тогда однополость, она вообще никакой роли не сыграет. Ты будешь уже искать партнера своего, не искать, вернее, а к тебе будут притягиваться партнеры одной волновой генетической информации. И там уже вообще не про секс будет. вот, если в двух словах, то как-то так. Про однополые непонятно, что значит определенное отношение между мужчиной и женщиной в семье. Отношение к чему? Не понял. Про хромосомы, то есть это сбой, или должно было быть так? Нет, у нас есть определенное число хромосом, которое дает определенное, который дает определенный набор генетический. И если есть какой-то сбой, то он дает как бы исключение, то есть у нас есть правило, есть исключение из правил, их меньше. И вот это как раз исключение из правил. Про однополые непонятно, что значит определение между мужчиной и женщиной в семье. Если мы говорим про однополые отношения, что значит отношение между мужчиной и женщиной в семье, но это распределение уже ими друг друга, ну вот, например, вы любите кофе с молоком, а ваша супруга любит без молока и с сахаром. Но вы же туда не лезете, потому что для вас это норма. Вам сказали с детства, что это норма. А здесь, когда однополые отношения выбирают, кем быть мужчиной или женщиной, как бы ведущей или ведомым в определенных отношениях, это тоже идет, им сказали, только вот это вот сказали, оно идет измененно. И сознание становится измененным, потому что хромосома изначально измененная. И то, что им говорят, они воспринимают через призму своего осознания. И у них получается картина мира вот такая. И когда они живут в своей картине мира, они идут абсолютно счастливы для того понимания, для того мира ощущения, в котором они находятся сейчас. Если им начинают менять эту картину мира, у них через призму их понимания, у них преломляется это все. И у них выходит на несчастье самого себя. Почему они начинают очень часто менять пол, почему они хирургическим путем начинают в себя залазить. Не потому, что им хочется, чтобы у них притупились, при хирургическом вмешательстве у них притупляются вот эти вот все состояния. Но они идут только лишь для того, чтобы вот этот вот социум их хоть как-то начинал принимать. А их хоть как-то начинал принимать не потому, что им хочется, чтобы социум это принял, а лишь для того, чтобы они себя могли принять. Это у них не принятие, это им не рассказали, как работает внутренняя система, внутренний механизм их тела. То есть это уже про социальный фактор, а не про воздействие некой энергии, перекоса, что ли, которая влияет на такое. Нет, это все вместе. Мы не можем рассматривать одну ситуацию, только с одного. Почему я всегда говорю, вы многогранны. Вот пока мы видим, например, там, я не знаю, вот я вижу телефон, да, я на него смотрю, у меня здесь зеленый экран с белыми окошками. И что я скажу, что это у меня зеленый телефон с белыми окошками, а с этой стороны он у меня синий. И понимаете, даже в телефоне несколько граней, а в человеке этих граней, пока мы не узнаем все грани самого себя, мы свой стержень, свою основу выстроить не сможем. И когда мы говорим в том числе и про однополые отношения, мы должны рассматривать это с разных, то есть мы не можем только рассмотреть, что вот в семье было вот это, вот и поэтому вот так вот. Он сидит и думает, думает, да вроде в семье все было нормально, семья была благополучная, все нормально. Почему я-то такой? Когда мы начинаем рассматривать волновую генетику, то мы только после этого сможем узнать, что-то, как у нас формируется, Господи, все у меня уже. Мы только после этого можем узнать, как у нас формируется то, из чего начинает получаться плод. Как он получается? Почему эти хромосомы выстраиваются именно так? У одного так уж выстроились, а у другого так. С одним и тем же родителем. Почему так? И когда мы начинаем брать разные факторы, что было по роду, какое паттернное поведение нес папа и несла маму. Когда мы начинаем понимать, как у нас выстраиваются хромосомы, от чего это зависит. Когда мы начинаем понимать, в каком мы обществе живем. Когда мы начинаем понимать, как у нас проходило воспитание. И вот из этих всяких, из этих всех грани, когда мы начинаем вот этот вот стержень уже вытачивать, оголять, убирать вот эти вот навешанные ярлыки социальные, то мы начинаем приходить к себе. Как только мы придем к самому себе, важность однополая любовь. Не однополая любовь. Как выстраивается эта любовь? Важность этого потихонечку начинает растворяться. Как только вы приходите к себе, важность этого начинает растворяться. Только через осознание себя, когда вы понимаете, как вы устроены. Все вот это даже про то, что мы говорим, что путь к автономии. Путь к автономии. Автономия – это замечательный инструмент, это не смысл жизни, это инструмент. Для кого-то он работает, а для кого-то нет. Даже в нашем чате для меня сработал, а для другого нет. Это всего лишь инструмент. Но если я буду понимать, как я с этим инструментом пользуюсь, что он мне дает, я с этим инструментом, это как горные палки, я быстрее заберусь, чем человек, который будет там корябаться своими ручонками. Понимаете? И я этот инструмент использую под себя. И я начинаю идти, тогда я уже понимаю. Так, я вот до суда дошла, у меня вот эта оценочность прошла, у меня вот это прошло, вот это вот у меня отлетело. Отлетело, чтобы что? Чтобы я что поняла-то? Оно отлетело, чтобы просто сидеть? Нет. Чтобы я шла вот к этому, и я дальше иду к этому. Через что я должна прийти? Почему-то я иду вот к этому. А я что еще могу познать? А чтобы мне это познать, сколько мне нужно времени? Примерно вот столько. Чтобы это время не освободить там еще там несколько сот лет. Что мне нужно узнать? Познать вот это. Где я могу найти эту информацию? Вот здесь. И все, оно идет вот таким вот кубарем. То есть настолько все интересно, но поэтапность. Не зацикливайтесь на чем-то одном. Мне кажется, что женщина не обязательно должна быть ведомой. Мне кажется, что матриархат – это хорошо. Просто стратегия управления. И женщина, она не конкурентная, а направленная на развитие. Никто не говорил, что она должна быть ведома или неведома. Нет, энергия – это жена. Мужская, что сильнее энергия, женская слабее. Она и другая. У каждого своя энергия. Нет, что чья-то слабее, чья-то сильнее. Она изначально никакая неведомая. И мужчина нет. Вот если мы говорим об общем понимании, да, что вот он такой защитник. Это же тоже ярлыки. Потому что идем-то мы в следующую плотность вместе. Мы закатываемся-то одним шаром. Мы же не говорим, что там, ой, подай мне ручку. Я вот тоже тут хочу пройти. Мне вот так вот неудобно, платьишко мешает. Не про это. Тогда в отношениях нет правил того, как должно есть только то, что я чувствую и насколько там классно. Да, на данный момент, да. Только через чувствование. Я бисексуальна и для меня до сих пор сложно быть самим собой. Я как раз хорошо понимаю, как важен не только хромосомный набор. Социальный фактор очень много. Значит, ломает личность, независимо от того, принял ты себя или нет. Не-не-не. Социальный фактор может тебя сломить только тогда, когда ты себя не принял. Ты себя во многих случаях, значит, говоришь, что я себя принял, но по факту это не так. Вот смотри, вот, например, там я рыжая, да, вот, мне сейчас кто-нибудь скажет, я пойду по улице, и мне он начинает, говорит, тыкать на меня пальцем, говорит, ой, смотри, там зеленые волосы. Другой там, ой, смотри, фиолетовые волосы. Фу, как некрасиво. И меня эта ситуация будет просто улыбать, потому что я знаю, какого цвета у меня волосы. И как бы они ни говорили, как бы, ну, ну, это, может быть, они дальтоники, может быть, они так различают цвета, может быть, их научили, что рыжий – это зеленый. И для меня это будет, ну, как бы оно такое, наверное, сравнение, не очень корректное, но тем не менее. Вот. И если бы ты жил в обществе, где бисексуальность – это вообще абсолютная норма, то тебе было бы комфортно, и ты бы получал максимум удовольствия. Но не факт. Может быть, ты и выбрал это общество, где тебе там какая-то вот такая вот задоринка, что, ой, этого нельзя. Тут тоже нужно понимать, что ты хочешь и что социум хочет, потому что ты для себя социум не просто так вот этот подобрал. И ты сам себя начал реализовывать вот с этой грани. Тоже не просто так. Тебе это доставляет удовольствие. Если ты перейдешь в другое общество, то не факт, что тебе это будет интересно. Важность половины принадлежности снять, пускай притягиваются все полы, важность автономии снять и вообще со всего важность снять. Ну, как бы, да, но это просто сказать, но не просто это сделать, потому что еще очень длительное время будете себя отлавливать на том, что опять чего-то там завышаете. Когда это может быть потенциальная физическая расправа, и тут играет фактор страха. Но это уже, конечно, не в открытом эфире разбираться на индивидуальные случаи, да, как бы есть такое. Но вот то, что мы с вами образно, я думаю, что раскрыли эту тему, и у нас уже с вами, ребят, полтора часа. И мне нужно с ребенком делать уроки. Он у меня сидит и не делает без меня ничего, застранец. Поэтому я с огромным удовольствием с вами прощаюсь. Завтра у нас с вами будет эфир в закрытом клубе по финансам. Мы с вами поговорим, да, почему к одним они идут хорошо, к другим нехорошо, и что сделать, чтобы к нам они тоже хорошо шли. Спасибо большое. Спасибо, ребят. Поэтому я сейчас буду закругляться. Завтра встречаемся в закрытом клубе. В четверг мы встречаемся в Зуме и на Автополстаре. Всех вас обнимаю, и надеюсь, что уже надолго вас не брошу, потому что до следующего ретрита у нас еще месяц. Поэтому присоединяйтесь, ребят, брать важность и сменится. Отлично. Спасибо, ребяточки. Все. И, конечно же, вас жду. Я прям вас всех очень жду на ретрит. Очень хочется лично, потому что когда лично проходят эти все ретриты, очень много всего прорабатываем. Правда. И вы, и я. Спасибо вам большое. Всем пока. Пока.